Всем привет, с вами Рэйвен и сегодня мы продолжим играть в игру под названием Амнезия Машина для свиней. И остановились мы на том, что... Ха! Нам надо найти насосы вроде как. И откачать воду. Там кто-то в воде плескается. Главное, я сюда пока не пойду. Да. На вид не очень вода. Я бы в такой не купался. Тут свинка! Да. Я надеюсь, к нам она никак не попадет. Где я вышел? Нет, я не хочу по воде идти. Её, наверное, вначале тут как раз и откачать надо, а потом только сюда перец. Вот тут свинья, да? Несколько старых версий вырвались из камеры и убежали в канализацию. Они напоминают мне о моих ограничениях. Здесь не Хеллм, и я не... Или Яху. Во всяком случае, пока. Всему виной тепло, исходящее из дверного прохода. У двери невозможно охлаждать их, так же как и в центре помещения. Более поздние версии надёжно заморожены в башнях. Там наверху, где воздух горячий и зловонен, они перегреваются и двойственность их натуры раздирает и дробит их. Они живут по случаю. Жёстко и непредсказуемо. Перебрасываемые из одного мира в другой и обратно. В один миг они обретают плоть в этом мире, в другой теряют её. Это сводит их с ума. Я приказал запечататься все подобные зоны и запретил моим верным рабочим заходить в них. Те места отныне прокляты. Пристанище неудавшихся опытов, населённые призраками страха и злобы. Сюда я ради бумажки припёрся. Телефон, который пока не думает звонить. Да, значит, сюда я рано ещё пришёл. Ну или нет. О, я и зазвонил. Ну да. Давай побазарим. Быстрее, Мандус, выкачи воду, открой путь к водоотливанию. С длинным насосом. Мы тебя ждём. Кто мы? Что это такое? Вешалка. Больше я ничего тут сделать не могу. Задвижка 1, задвижка 2. Так, всё, крутись я больше не могу. Хорошо. Так, туда я не собирался идти. Главное, чтобы этот свинокрыл сейчас не припёрся. Также закрыто. Так. Я тут вроде не был. Или был. Тут вода вот посюда. Так, это... Да, это как раз то место, где я не захотел спускаться. Так, идём в эту сторону. Что за говно там плавает? Электрический скат, что ли, какой-то? Так. Золотой граммофон. Но мы можем их спасти, мы можем освободить их, мы можем сменить старый, загнивший мир на новый чистый. Мистер Мандус, вы говорите, как настоящий фанатик. А разве я могу говорить иначе, профессор? Как может любой человек с высокой моралью просто стоять смотреть, как этот мир тонет в собственных экскрементах? А уж инженер, этот мечтатель, с которым вы вместе встали на этот путь, он разделяет ваш... Конечно, да, безусловно, бедный парень уже видел это раньше, и это не первая великая телевизация, которую ему довелось оплакивать. Поэтому вы быстренько позаботились обо всём по возвращению. Именно-именно. Такие вещи нельзя оставлять гнить на дереве, и спонсоров удалось найти на удивление быстро. Я говорю вам, профессор, жадность манит богатых людей к вашим дверям, как свиней к трюфелям. Ну и бубнят они, а? Три слова в секунду. Так. Я такой вышел, ля-ля-ля, пошёл туда. Поднялся и спустился. Круто. Тут я пройти не могу. Выходит, что мне сюда так и так идти. И тут наверняка свинья где-то бродит. И тогда я сказал, смотрите, мои милые, и увидите. И они отвечали, да, любимый отец, да, мы видим. Высокий, обветренный пик, круто, бок и пирамиды, наподобие египетских. Сверху осыпаются камни, пышная лоза, увевает лепных змеев у лестниц. Осязаемая тишина, бремя забвений. Здесь, на этом месте, восседал царь, а здесь жили сжирицы. Вот этот дом был пристанищем мертвых. Вот сюда, куда падают лучи солнца, они бросали непоглощенные сердца. Нет, мои милые, они не были дикарями. Они верили, что небо может пасть им на головы, и что лишь кровавая жертва может это предотвратить. Может быть, мои милые, может быть, они ошибались, а возможно, их трагедия была в том, что им просто не хватило крови, чтобы удержать небо на месте. Все. Я откачал воду. Ну вот и все. Теперь я снова могу войти в дезактивационную камеру и пройти дальше. Уровень воды спала, освободив путь до самой пропойной. Я смогу отвезти эти грязные воды обратно в Темзу, где ему место, и очистить путь до центра машины. И тут открыта дверь. Так эту фигню я и не вижу. Да, папа, теперь ты совсем близко. Я уже иду. Так. Какая уж там последовательность-то. Это вырубаем. Ой, то есть закрываем. Ждем. А, вот. Врубаем. Дальше. А, да. Открываем. И врубаем. Так, там раньше вода была или как? Вон эта фигня. Э, алё, ты. Не можешь меня достать? Было бы сейчас яблоко какое-нибудь, я бы тебе кинул. Их двое. И они разные. Нифига себе. О, ничего. Это их логово. Боже, господи. Тут целое гнездо этих мерзких тварей. Это не ум. А мои инстинкты затащили меня так далеко. И я уверен, что где-то в этом сыром комплексе найдется способ спуститься еще ниже. Я не буду видеть тех лиц, когда они идут заниматься своими темными делами. И все же. Все же я наблюдал за ними, когда они спят, едят и играют. И они так напоминают людей, они похожи на маленьких детей. И они будут думать об увиденном. О тех стульях и клетках и о том, как можно быть было слепить таких монстров. Из имбецилов. Под музыку еще жрут. Таких же, как они, что ли, они жрут? Закрывай. Так, это открыть не могу. Не ма... То есть могу. Так, а это что? У них и пленники есть, что ли? Узники? То есть он чем-то провинился, да? Морда свинячья. Может, они не такие уж и имбецилы? Как говорили. Так, что куда ведет? Тут тупик, поэтому я иду сюда. Яйца, что ли, у него тут висят? Ладно, оставим его. А это пусть будет приоткрыто. Так. Еще один. И тут. У них тут по правде поселение какое-то. Я надеюсь, я не к ним спускаюсь. Так, я в трубе какой-то. Так, я надеюсь, они и в одно место ведут. Вроде когда... Так. Ой, я бежать могу. Так, быстрее будет. Так. Лестница. Кто вообще это все строил? Так неудобно. Все ниже и ниже. Не знаем куда. Так, ну да, эта лестница тоже бы сюда привела. Может, дети вообще у бабушки остались с ночевкой или уехали к ней, не сказали ему. Забыли позвонить. А он стал спускаться в это подземелье... Подзем... Блин. Подземелье. Где мы? Вот здесь? То есть, нам еще... Хоба! От моря до... Похоже, вы подверглись довольно основательным изменениям в Мексике, мистер. Вы не можете их заметить самостоятельно и не заметили, профессор. Когда мы высадились на берег, даже со своим жаром я заметил руину так называемого прогресса. Я увидел голод и болезнь в Ниле, обломки и загрязняющие воды империи. Мы разрушители, и вы, и я, все мы, и мы загрязняем мир. И вы решили взять на себя роль спасителя? Профессор, я не был таким самоуверенным, я всего лишь посредник. Я создаю структуру, которая повалит на землю ваши вечные муки и задушит их паром. Ага, для технического персонала вход. Он здесь, он здесь. Я тут, я тут. Я говорил, что ты придешь. Вон! Это, наверное, осушительные помпы. Я в самом эпицентре усилий с Сабодажника. Чтобы наводнить это место, ему, наверное, пришлось вырубить эти огромные насосы. Но, очевидно, он торопился, потому что большинство своих задумок он оставлял незавершенными. Его неуклюжие усилия сводились лишь к тому, что он выключал все, что ему попадалось на глаза. Если я найду пульт управления, наверняка все можно будет быстро восстановить. Показали бы, кто там плавает-то хотя бы. Впереди узкий проход в тихую гавань. Я ушел еще дальше, вглубь храма, в самый низ. Вслед за ветерком, несущим голоса моих детей, зовущие меня, чтобы освободить их. Что это? Было. Наконец-то. Так, эта дверь. Закрыта. Что это было? Так, ничего. 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 И... Чуть за олень. Ясно, это не олень. Стой перед запуском насосов, убедитесь. Убедись, что все колесики на месте. Да, они на месте. Маска. Так, может, та дверь открылась? Тут все работает. Вроде когда... Ладно. Спускаемся. Да, там вроде открыта дверь теперь. Помещение главного насоса. Еще один насос, похоже, мне снова придется разбираться. У меня складывается впечатление, что я застрял в какой-то огромной игре, где я должен, как Геракл, бесконечно чистить Авгеевы конюшни Авгеевы конюшни ради обещанной награды в виде возвращения моих детей. Так, я тут не пройду, наверное. А тут должен... Так, за мной это фигня. Беги, парень, беги. Мог бы по забору пробежать. Так, но мне явно не сюда. Явно. Предчувствие прям такое. Так, я там упал. Ага. Наверх или сюда? Я надеюсь, тут тупик. Да ну, конечно. Ладно, я сначала наверх тогда схожу. Может, хоть там ничего нет. Пульт управления главным насосом. Так, это мы вот тут? Да мы вообще действительно почти у цели. Так, еще не хватает ее. А здесь они сами куда надо встают? Крутись давай. Так, эта дверь не собирается открываться. Ладно, тогда идем туда вниз. Хорошо, что сначала зашли сюда. Так, так, так. Так, там лестница есть. Я лучше по лестнице. Когда держите объект в руках, нажмите, чтобы бросить. А зачем я сюда спускался? Может, за камнем? А может, и нет? Может, дверь благодаря этому открылась? Нет, все по-старому. Наводнение ушло, я выиграл. Диверсант повержен. Мое сердце стучится от волнения. Голова и тело трясется в лихорадочном предвкушении. Как эта машина начала вибрировать возле меня, чувствуя неизбежность своего возрождения. Последний спуск зовет меня так же, как однажды Лили позвала меня на брачные ложи и превратила меня в мужчину. Так, ну назад дороги нет. А, хотя вот здесь же можно спуститься. Туда я еще не ходил. Крути. Так, и опять все по-старому. Врубаем. А. Врубаем. Закрываем. Включаем. Ждем. Открываем. И выключаем. Все. Мы великолепны. Мы великолепны. Я думаю, опять он прилипнет. Доступ к центральной системе. Танцуй. Я люблю тебя. Так. Дверь. Оп. Алле-оп. Бумажечка. Я скорючен на койке. Больной в поту. Мою комнату убирают, но я слышу лишь голос благороднейшего из камней. Он взывает ко мне. Я грежу о великой машине. Из развалин старого мира мы выстроим новый. Мы посадим цветы среди гнилых ребер. Они вырастут и не дадут небу упасть. Я помню, как он шептал мне, когда нас везли больных домой. И я помню, как приехали в Саугбинтон и зарыдали от увиденной скверны. Хотя она была в точности, как он напел мне. Затем мы попали в Лондон. Я поставил его на камин и пошел в дом. Собрал слуг и стал менять их формы. А потом вышел в сад и закопал маленькие расколотые черепа под плачущими рододен дронами. И когда они впервые произнесли, папа, мое сердце растаяло, как если бы застывшую на земле кровь держали под солнцем, чтобы она растопилась. И они были не разлей вода, а всегда вместе. Одна душа, два тела. И моя любовь была все поглощающей. Я бы умер ради вас, шептал я над их спящими лицами. Я бы убил. Я бы уничтожил этот мир, чтобы защитить вас. Я одолел темные туннели, хитрые механизмы, самых мерзких монстров. Я заключил договор и осушил эти воды, и я иду за вами, мои родимые мальчики. Стой, посторонний вход запрещен, администрация. Вниз я не пойду. Окей. Я пойду только вниз. А затем мы приехали в Лондон, и ты посадил меня у камина, а затем позвал прислугу, и мы с тобой сели переделывать их. А затем ты ушел в сад и закопал те расколотые черепа в одиночестве. Да, там... Долго спускаться. Ради своих детей, Мандус, сохрани для них тот мир, что ты создал. Лифт! Ради нас всех! Ладно. Проходить мы будем дальше уже в следующей серии, а пока всем спасибо за просмотр и всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...